Истинная суть предавания Аллаху за товарищей Если ты усвоил это вступление, то пред тобой откроются врата ответа на заданный вопрос Подразумевается вопрос о запретности страсти, которому посвящена эта книга и которой приводится в самом начале ее Мы говорим следующее и спрашивая помощи у одного лишь Аллаха Истинная суть предавания Аллаху за товарищей Попытка уподобиться Творцу и уподобление Ему творений Это и есть настоящее уподобление, в отличие от утверждения Его собственных качеств Которые Сам Он приписывает Себе и которые приписывает Ему Его Посланник Мир Ему и благословение Аллаха И поворачивается вспять тот, чье сердце уклоняет Аллах, ослепляя око Его способности видеть истину И в результате у Него все смешивается Единобожие Он начинает считать уподоблением Аллаха творением, а уподобление возвеличиванием и покорностью Предающий Аллаху со товарищей уподобляет творение Творцу в божественности Сюда относится, например, то, что лишь Он причиняет вред и приносит пользу, дарует и лишает А это, в свою очередь, предполагает, что мольба, страх, надежда и упование Должны быть обращены исключительно к Нему И кто обращает все это кому-то другому, тот уподобляет этот объект Творцу Он уподобляет Аллаху того, кто не владеет даже для себя, не говоря уже о других Ни вредом, ни пользой, ни смертью, ни жизнью, ни воскрешением Господь управляет и распоряжается всем, и все возвращается к Нему То, чего Он желает, осуществляется, а то, чего Он не желает, никогда не будет Никто не лишит того, чем Он одаряет, и никто не одарит тем, чего Он лишил Когда Аллах открывает для раба своего врата милости своей, то никто не способен закрыть их А если Он удержит свою милость, то никто не дарует ее его творением И к одному из самых отвратительных уподоблений относится уподобление слабого и нуждающегося, могущественному, самодостаточному К свойствам божественности относится абсолютное совершенство во всем и отсутствие каких-либо пороков и изъянов А это предполагает, что поклоняться надлежит исключительно Ему, и лишь к Нему могут быть обращены Возвеличивание, почитание, страх, мольба, надежда, обращение, покаяние, упование и спрашивание помощи и предельное смирение, сопряженное с предельной любовью Все это может быть посвящено только Ему, и это признает и разум, и шариат, и изначальная человеческая природа При этом и разум, и шариат, и изначальная человеческая природа исключают всякую вероятность того, что все это может быть посвящено не Аллаху И тот, кто посвящает что-то из этого не Аллаху, приравнивает этот объект поклонения к тому, кто не имеет равных и подобных И это самое скверное и самое ложное уподобление Учитывая его отвратительность и то, что оно заключает в себе предельно возможную несправедливость Всевышний Аллах сообщил своим рабам, что этот грех не прощается, несмотря на то, что Всевышний предписал себе милость К тому, что надлежит обращать исключительно к Богу, относится и подчиненность, обудия Она зиждется на двух опорах, без которых не может существовать Это предельная любовь и предельное смирение Такова полноценная подчиненность, обудия И степени людей в этом различаются, в зависимости от различий в этих двух основах Всевышний Аллах отдает веления, которые его раб должен исполнять И есть его предопределение, которое непременно исполняется, и милости, которыми он одаряет своего раба И он не способен оторваться от этих трех вещей Предопределение бывает двух видов Предопределение трудностей и несчастий и предопределение предосудительного Раб Аллаха обязан сохранять подчиненность ему, обудия, во всем вышеперечисленном Больше всего из своих творений он любит тех, кто знает, в чем выражается подчиненность ему в указанных случаях И осуществляет ее надлежащим образом Это самые близкие к нему из его творений А самые далекие от него Те, кто не знает, как выражается подчиненность ему в этих случаях и не осуществляет ее То есть отсутствуют и знания, и действия Подчиненность ему в том, что касается его велений Подразумевает исполнение их, сопровождаемое искренностью и следованием посланнику Аллаха Мир ему и благословение Аллаха А в том, что касается его запретов Подчиненность ему предполагает соблюдение их и страха перед ним Сопровождаемое возвеличиванием его и любовью к нему Фавайт Тот, кто посвящает эту любовь и это смирение не Аллаху Приравнивает этот объект к Аллаху в том, что является его исключительным правом Невозможно допустить, что какой-то из небесных законов проповедовал это В идеале, отвратительность этого явления не оспаривается ни изначальной природой человека, ни его разумом Однако шайтаны изменили изначальную природу и разум большинства людей, испортили их и одолели Эту здравую изначальную человеческую природу сохранили только те, кого Аллах одарил благом Господь направил к людям посланников и неспослал им Писание с тем, что согласуется с их изначальной природой и разумом И это стало для них светом, добавленным к свету Аллах указывает путь к свету своему, кому пожелает Сура свет, аят 35 Если это усвоено, то перейдем к следующему из того, что полагается обращать исключительно к Богу Это земной поклон Кто совершает его не Аллаху, а какому-то творению Тот уподобляет это творение Творцу К этим действиям относятся и упования Кто уповает не на Аллаха, тот уподобляет ему объект своего упования Раскаиваясь перед кем-то кроме Аллаха, человек уподобляет Аллаху того, перед кем раскаивается К этой же категории относятся и клятва чьим-то именем, в знак возвеличивания и почитания Кто клянется не Аллахом, тот уподобляет Аллаху того, кем клянется Это что касается уподобления ему, кого-то или чего-то Если же говорить о попытках уподобиться ему То если человек превозносится и, возгордившись, призывает людей чрезмерно восхвалять его Возвеличивать, покоряться ему, связывать с ним надежды Привязываться к нему сердцем, исполненным страха и надежды Искать у него защиты и спрашивать помощи Это означает, что он старается уподобиться Аллаху И оспаривает у него господство и божественность Такой человек заслуживает того, чтобы Аллах унизил его предельно возможным унижением Так что он окажется под ногами у других его творений В достоверном хадисе Кудси посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Всемогущий и великий Аллах говорит Величие мой изар, а гордость мой плащ И я подвергну наказанию того, кто пытается оспорить у меня хотя бы одно из них Передал муслим Подразумевается крайняя степень величия Исключающая подчинение кому-либо или чему-либо, каким бы то ни было образом Такое величие присуще исключительно Всевышнему Аллаху Это указание на совершенство сущности и совершенство существования Что присуще исключительно Всевышнему Аллаху Привел Ибн Алясир Слова «И я подвергну наказанию того, кто попытается оспорить» Означают, что того, кто проявляет высокомерие по отношению к Аллаху и к людям Аллах подвергнет унижению в мире этом А в мире вечном он будет подвергнут мучениям в огне А кто проявляет скромность по отношению к Аллаху и людям Тому Аллах возвысит его степень в этом мире и в мире вечном Высокомерие — это отказ принимать истину и презрительное отношение к людям Тогда как скромность, напротив, принятие истины и уважительное отношение к людям Миркат Эти слова означают, что упомянутые два качества присущи только Аллаху И ни одному из творений не пристало стремиться обладать ими Потому что качество творений — скромность и смирение Что же касается упоминания о плаще и изаре То вероятнее всего, а Аллах знает обо всем лучшее Имеется в виду, что как одежду человека носит только он Так упомянутые два качества присущи одному только Аллаху И никто из творений не имеет права разделить их с ним А Аллах знает обо всем лучшее Маалимас Сунан Если создающие изображения живых существ Относятся к числу людей, которые понесут суровое наказание в судный день Из-за того, что они старались подражать Аллаху в творении То что говорить о том, кто пытается уподобиться Аллаху в господстве и божественности Как сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха Самому суровому наказанию подвергнуться в судный день Создававшие изображения живых существ Им будет сказано Оживите то, что вы создали Передали Аль-Бухари муслим В достоверном хадисе посланник Аллаха Да благословит его Аллах и приветствует Сказал Всемогущий и великий Аллах сказал Кто же несправедливее того, кто старается создать подобное моему творению Пусть же они создадут пшеничное, либо ячменное зернышко Передали Аль-Бухари муслим Упоминая о мелком муравье и зернышке Всевышний Аллах указал на то, что намного серьезнее Если таково положение человека, который уподобляется ему в создании образа То каково же положение того, кто уподобляется ему в господстве и божественности Это относится и к тому, кто уподобляется ему в имени Которое не подобает никому, кроме него И называется, например, царем царей и так далее В достоверном хадисе упоминается о том Что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Самое ничтожное имя пред Аллахом Имя человека, которого называют Шахин-Шах, царь царей Ибо нет истинного царя, кроме Аллаха Передали Аль-Бухари муслим То есть, либо он сам назвал себя так Либо так его называли другие А он одобрил это и продолжил носить это имя или прозвище Фатх Аль-Бари А в другой версии говорится Больше всего Аллах гневается на человека Которого называют царем царей Передал муслим Такова ненависть Аллаха и гнев его по отношению к тому Кто старается уподобиться ему в прозвании Которое не приличествует никому, кроме него Только Всевышний Аллах царь царей И он единственный истинный властелин и судия И он тот, в чьей власти находятся все правители И только он выносит решения в отношении них Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok